Всем доброе утро! Я занималась спортом, хотя это было тяжело, потому что за полчаса меня дёрнули минимум 6 раз. Это не считая того, что когда я прокачиваю внутреннюю поверхность бедра, мне пришлось параллельно играть с Артёшей в мяч. Но сейчас я справилась и хочу в душ, но душ занят, надо кое-кого помыть. Привет! Алишер поблил Рексу и уехал на работу. А мы остались тут дома. Мы будем заниматься телами. Свет так и не выключили, поэтому я снова стираю. Ай-яй, не ломай! Видите, как экран болтается? Артемий! Ладно, буду мыть собаку и скорее мыться сама. Артёша тут сконструировала что-то неведомое. Что? Куда? Так? Вот. Ух ты, какая машина! Ребёнок решил, что он будет спать вот так вот. Понимаете? Что самое смешное? Кузя лежит и уже 20 минут бурлыкает, потому что ему нравится так лежать. Ну вот этот вариант мне нравится больше. Слушайте, третий день хочу сказать и всё время забываю. Купила вот такой вот ополаскиватель. Очень классный запах. Я не люблю интенсивные запахи его ополаскивателя. А это такой нежный-нежный, прям супер. Кажется, у Артёши наконец-то появилась любимая мягкая игрушка. Обезьянка. Бабушка моя привезла, когда он на день рождения был. Вообще, эту обезьяну когда-то я дарила бабушке. Может, я её из автомата вытащила. Вы знаете, такие бывают, когда игрушки доставать надо. Вот. И бабушка, короче, привезла Артёше, вручила. И он, на удивление, с ней иногда играет. Вообще, его зачаровали её ботинки. Такие вот. Где ботиночки в обезьянке? Да, держи её. Артёша почти собрался. Ему осталось надеть носки. Я вот думаю, какие же носки ему надеть? Это носки после стирки. У меня вопрос. Где ещё? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать носков. Почему у меня здесь лежит одиннадцать носков и ни одной пары нету? Ну как так? Куда они деваются? Это какой-то трэш. Нет, два-три носка лежат ещё в стирке. Ну, 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 ну как так-то? Мне повезло, смотрите, что я нашла. Алишер, ой, Алишер. Артёша стащил с сушилки три носка и закинул их в угол. Так что теперь у меня есть три пары. Остается вопрос, где ещё восемь носков? Чтобы не сойти с ума в домашнем заточении, мы пошли по магазинам. Сынок, мы туда идём. Разворачивайся. Я уже купила кучу всякой лопуды, лопки радули, потом покажу вам. Ой-ой, у меня бутылка выпала. Видите, кто приехал с работы? Мы пошли гулять в сторону почты. Встретились тут посредине кучи. Алишер обожает, когда его Алишер так катает. Сам по-прежнему не катается, но вот так ехать не прочь. Восхождение в гору мы решили проверить, как там внутри двора этого дома. Это новостройка, мы тут не были. Давай, оп, оп. Ой, как тяжело. Ой, как тяжело. Подъём довольно крутой. Море волнуется, раз. Классная площадка. Артёша развлекается. Артёшка катается. А мы тут нашли машину. Видите, машина стоит вот. Она очень примечательная краски. Так вот, эта машина стояла раньше за нашим домом, потом исчезла. Оказывается, они купили квартиру здесь. И теперь, видимо, здесь живут. Очень странно увидеть знакомую машину в другом месте. Что, ты вылезти хочешь? Нет. Накачался так быстро. Где папа? Где папа? Ищи папу скорее. Папа, ты где-то спрятался? Где папа? Куда папа делся? Где он? О, ты думаешь, он в паровозике? Скалолаз ты, да? Где? Молодец. Кто такой веселый? Кукос! 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 Ам-ням-ням-ням! А кукусики? Водитель, нажми на тормоза. Все, горка кончилась, пошли дальше. Горка, да. Мы сели в машину, чтобы доехать до дома, потому что идти к прыжкам уже сегодня нет и отъехали от парковки через две минуты. Почему я с помадой уже с ней съела? Через две минуты я такая, где самокат? Мы его оставили. Вернулись, но он стоял на месте. Забрать. Все, больше ничего не забыли. Пришли в прогулке. Алишер привез кукурузу, и ребенок уже пять минут сидит на полу, пытается расковырять кукурузу и говорит ням-ням. Хотя он ни разу в жизни ее не видел. Ой, нет, не ешь это, фу, как. Я сейчас буду тебе сырники делать. Сейчас покажу, что купила. Покупьте у меня просто суперлюкс. Батные диски. Снимаем ими косметику. Бумага, чтобы упаковывать мыло. Потом виланить целярку. Потому что моя заканчивается. Мне еще дали какие-то образцы. В смысле, пробники шампуней. Шампунь и бальзам ополаски. Можно с собой в поездку взять, чтобы не тащить целую бутылку шампуня. Еще я зашла в наш местный фикс прайс, и там обновили ассортимент целой кучи всякого китайского ми-ми-ми. Я оттуда не смогла уйти без вот таких вот носков. Там просто миллион самых разнообразных носков в пастельных тонах. Там всякие кошечки, зайчики. Это я самые нейтральные выбрала. Там прямо с ушками. Очень милая штука. Они такие приятные на ощупь. Я себе взяла одну пару. И я не удержалась. И купила себе солнечные очки. Улыбки радуги. Они были по распродаже. Очень дешевые. И на них написано, что они с ОЭФ-защитой. В общем, от солнца. Я надеюсь, что они нормальные. Они реально темные. И они мне понравились. А вот такие вот. Сбылась мечта идиота. Купить себе огромные зеркальные очки. Так что, хотя бы для фоток. У меня будут клевые очки. Надо будет их опробовать. Когда у нас выйдет солнышко. В отпуск их тоже возьму. Клевые же. Реально классные. Вот. То, что я купила. И мы забрали бьюти бокс мой с почты. Вот так вот выглядит. Я вам сейчас просто покажу крупным планом за одну минутку что там. Бьюти бокс в этот раз каких-то огромных размеров. Обычно у них коробочки вот такие. Тут снова очень красиво. И здесь всякое разное положено. Сынок, подожди. Вон всякие. Тихо, 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 не вынимай. Тут шампунь и матовая помада. Зубная паста от Рокс. Не надо, сынок. Пудра от Белка. Лак для ногтей. Гель для душа есть. В общем, сейчас буду все это разбирать и радоваться жизни, что мне это все прислали. Смотрите, сколько я тут всего разложила. Сейчас буду делать бомбочки для вам. 12 часов ночи. Мне давно пора в кровати. А у меня тут бомбочки. Только камера цвет не передает, потому что электрическое освещение. Вообще они цвета морской волны и желтенькие. Я в этот раз сделала апельсиновые и метные. И сейчас буду мыло разрезать, которое вчера делала. А вот мыло. Получилось классное. Но у меня внизу все равно осталось немножко пузырьков. Но я в этом виновата сама, потому что я попрыскала, грубо говоря, один раз спиртом. А надо было потом это еще повторить. Кстати, я уже купила нормальный спирт. Не муравьиный. Так что в следующий раз будет лучше. А сейчас я его нарежу. И вот такое получилось мыло. Только как научиться его резать одинаковыми кусками, я не знаю. Упаковывать его буду завтра. Мало упаковывается в бумагу, не полиэтиленку, чтобы дышало. Так что вот, все. Теперь можно идти ложиться спать. Я завтра, походу, буду не выспавшаяся. Но завтра надо быть бодрой. Наконец-то я завтра выйду из дома. Что, сколько? Я супер. Хвостик собрала, чтобы волосы не мешали. Ого, так тяжело резать было. В салфетки положила все равно. Видите, какие следы на руке. Больно. А еще я посмотрела параллельно с этим маловарением за последние несколько дней две, почти две серии «Войны и мира» от BBC. Мне нравится. Хорошо снято и интересно. И я честно скажу, что единственное произведение из школьной программы, которое я не читала, было «Война и мир». Я читала краткое содержание, потому что когда я начала читать «Война и мир» в нормальном виде, у меня времени тогда мало было, там очень большая нагрузка была, надо было буквально за месяц прочитать, потому что я почему-то летом этого не сделала. Не помню почему. В общем, когда я начала читать, я на 30-й странице решила, что если я сейчас не остановлюсь, я сойду с ума. Потому что я люблю книжки, в которых действия много. А когда мне начинают рассказывать, кто-то там смотрел из окна, и там виднелся дуб, а на дубу были листочки, они были зеленые и колыхались на ветре, а иногда ветер дул в другую сторону, а листочек поворачивался в другую сторону, я просто начинаю засыпать. Это невозможно. Я не могу это читать. И поэтому, да, «Война и мир» я не читала. Но я не оставляю надежды, что когда-нибудь я ее прочитаю, может быть, я дорасту до нее. Может, я сейчас посмотрю этот сериал до конца и подумаю, «Вау, надо это прочитать». У меня уже такие мысли появляются, но мне кажется, я начну ее читать и опять об этом все споткнусь и остановлюсь. Ну, в общем, вот так вот. Все остальное я читала абсолютно все, а это я не читала. Поэтому теперь восполняю пробел и узнаю всех этих героев, которые у меня на слуху и всю эту историю. Вот. Все. Ладно, увидимся завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok